В среднем каждая вторая женщина три раза в год сидит на диете. И только каждая двадцатая добивается результата и сохраняет его. В чем же причина такой неутешительной статистики? Все просто. Рынок услуг и препаратов по снижению веса пестрит объявлениями о легких методиках снижения веса. Однако на проверку они оказываются очередной уткой. И люди снова остаются наедине со своими лишними килограммами, а также проблемами, которые влечет за собой лишний вес. Это и нарушение функции, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и очень часто сахарный диабет. Как человек, работающий в диетологии уже много лет, могу вам с уверенностью сказать, что проблемы, с которыми сталкиваются люди на пути к стройности, не зависят от географического положения или социального статуса. С ними сталкиваются мои московские пациенты и те, кто обратился здесь. Эти же трудности придется преодолеть и нашим героиням. Именно для того, чтобы показать, как не сдаться на пути к телу мечты, и был создан наш проект, где я и целая команда специалистов поможем нашим героиням добиться их цели. 1 января люди начинают жить с чистого листа. И, как и любые другие женщины, наши героини хотят выглядеть в Новый год восхитительно. Для того, чтобы подобрать идеальное платье для празднования, мы отправляемся в салон Грандиоз. Сейчас выпуском будет посвящен тому, как работать со своей фигурой. Как мы уже сказали, у Гульнаса шикарная пропорция талия-бедра. Этим можно гордиться, это надо подчеркивать. Гульнас любит пощекотать себе нервы, поэтому ее любимое кино – ужастики и триллеры. Компьютерные квесты тоже в жанре триллер. В книге чем запутаннее, тем лучше. Не замужем. Периодически боролась с лишним весом. Самая жесткая, по ее словам, диета – на соках. Пришлось прекратить уже через несколько дней, потому что начала падать в опорок. Мечтает поправить здоровье и жить с семьей в большом светлом доме и обязательно на берегу моря. Именно поэтому мы выбрали для Гульнаса блузу корсетного плана. Смотрите, вставка под кожу акцентирует внимание на узкой линии талии. Она расширяется к груди, расширяется к бедрам. Аккуратненько, ровненько, изящно. И получается то, что у нас есть с боков, оно просто пропадает. Потому что, во-первых, это другая ткань, она поглощает свет, она не бликует. Она темная, глубокая, просто не видно ничего, что есть по бокам. И остальные яркие акценты к лицу – рюши, легкий рукав из стрейчевой сетки, который, кстати, тоже очень удобен при носке. Они добавляют легкости, добавляют какого-то элемента кантри-стиля. Это смотрится очень здорово, очень эффектно и невероятно женственно. Смотрите, та же блуза, та же юбка. Корсетный прием, кантри-стиль, стрейчевая юбка с дополнительной драпировкой по бедрам. Но что-то не то, согласитесь. Инна Шаяхметова, 44 года, инженер. Работа, семья, дети, огороды почти не оставляют времени на увлечение. Хотя иногда все же удается выиграть минутку на чтение любимой научной фантастики. Инна замужем, воспитывая двух сыновей, парням 12 лет и 21 год. Мечтает в ближайшие выходные съездить в Париж и подняться на Эльбрус. Но пока что никто не приглашает. Ни туда и ни туда. Во-первых, при объеме в зоне декольте, при портретном объеме мы не рекомендуем облегать силуэт. Мы не рекомендуем подчеркивать такой рельеф. Потому что здесь, если встать боком, например... Студиться нечего, ты все равно очень много скинул. Здесь мы видим, что нам не на руку показывать вот этот незначительный контраст между шириной бедер и зоной декольте. Теперь попробуем подобрать что-то универсальное, чтобы могло подходить при любом силуэте. Или хотя бы и для Инны, и для Гульнас. Чтобы девочки смотрелись одинаково эффектно и выигрышно. Потому что обе красотки. Вот он, оптимальный вариант. Это туника трапеция. Зачем мы используем силуэт трапеция? Во-первых, мы видим здесь застроченные линии, застроченные сборки по груди. Они создают аккуратненькую, ровненькую линию в портретной зоне. Как у Инны, так и у Гульнас. Сразу видим, насколько это все становится аккуратненько и силуэтно. То есть, то, что застрочка идет не по всей ширине изделия, а только по передней планочке, создает нам эффект продолжения. Ровные линии от шеи, по груди. И здесь получается ровненько и аккуратненько. Дальше рукава. Полусетка. Такая сетка стройнит рукав, открывает руку. Вещь игривая, вещь сексуальная, но закрытая. То есть, длина три четверти обнажает изящное запястье и отвлекает от объема, который иногда бывает в плечевой зоне. Тоже в разных силуэтах это актуально. А здесь мы видим, что обеим девочкам подходит такой рукав, несмотря на то, что силуэты разные и стройность рук тоже разная. Запястье все красиво, поэтому будем их открывать. Длина изделия. Здесь надо сказать о том, что зону бедер, зону ниже бедер желательно прикрыть обеим девочкам, потому что здесь у нас пока еще не все ушло. И как у гульнас по бедрам, так и у инны по животику тоже есть пока что задрапировать, скажем так. Поэтому такая удлиненная туника, она будет универсальна для обоих случаев. Она будет хороша, и как мы это здесь и видим. Соответственно, то, что она обработана принтом по низу, делает вещь интересной и не кажется, что она какая-то большая, бесконечно длинная и громоздкая. Наоборот, она играет, она самостоятельно вполне неплохо выглядит. Трикотажные брюки, ну, конечно, трикотажные брюки всем будут хорошо садиться, потому что они растягиваются, они удобные, они комфортные. И здесь застроченная стрелочка по ноге дополнительно стройнит ножку, дает ровности линии ноги. И даже если у кого-то, возможно, есть сомнения по поводу того, стоит ли носить облегающие брюки или еще что-то, хотим сказать, что если это плотная ткань, и если она застроченной стрелочкой, то шансов, что они сядут по ноге, намного больше. Здесь мы видим то же самое. То есть брюки сидят хорошо, с такой туникой они хорошо. Как вам? Нам обеим хорошо. Да, я чувствую себя маленькой девочкой. Спасибо. Проект Пышки подходит к концу. Девочки стремительно теряют килограммы, сантиметры. У них уже очень маленькие размеры, нам уже очень сложно подобрать на них одежду в магазине больших размеров. Это уже почти не в нашей категории покупателей. Но мы сможем порекомендовать им, как использовать, какие приемы в одежде стоит использовать, чтобы обыгрывать свои нюансы фигуры. То есть все знают, что бывают разные силуэты, что бывает где-то много, где-то поменьше, что это надо как-то обыгрывать, как-то эффектно подать свои прелести, чтобы выглядеть красивее и привлекательнее. Поэтому здесь мы будем работать на примерах силуэтов, как обыграть силуэт треугольник, повернутый вверх, и треугольник, повернутый вниз, чтобы знать, что стоит подчеркнуть, что стоит спрятать. Посмотрим. Каждая женщина хотя бы раз в жизни мечтала выйти в цвет с идеальными красными дубами. Но также все мы знаем, что достичь правильного макияжа такого рода крайне сложно. Как это сделать, нам расскажет визажист Алена Перова. Визажист Алена Перова Ксюша, привет! Добрый день, Алена! Как дела? Все хорошо. Сегодня я хотела бы немножко поэкспериментировать над собой. Я очень хочу попробовать красную помаду. Оксана Гринева, 29 лет, бухгалтер. В свободное от работы время на протяжении последних четырех лет любит вышивать крестиком. Детей нет, но обязательно планирует ими обзавестить. А пока всю любовь и заботу отдает домашнему питомцу, собаке, породе и туйтерьер. Оксана мечтает жить с семьей в уютном домике на берегу реки. От проекта ждет как минимум встроенное, подтянутое сексуальное тело. Красные губы, они всегда привлекают внимание. Это невербальный сигнал для мужчины и, конечно, вызов общества. Итак, сегодня мы научимся правильно делать макияж губ с использованием красной помады. И первое, с чего мы начнем, это, как всегда, идеальный тон лица. Вообще, самое главное, конечно, в макияже иметь ровный оттенок кожи, идеальное лицо. И поэтому женщины, у которых существуют проблемы на коже, то есть это покраснение или угревые высыпания, то лучше отказаться от нанесения красной помады. Вот. Ну и первое, с чего мы начнем, мы подберем идеальный тон для ксении. Мы выровняли тон кожи Ксюши. И посмотрите, то есть оттенок стал более ровным. Следующим мы переходим к коррекции области вокруг глаз. В данном случае корректор мы наносим не только на область нижнего века, но и на верхний век тоже. Итак, мы скрыли темные круги под глазами у Ксюша. Мы переходим непосредственно к нити-языку. И перед нанесением оттенка красной помады необходимо нанести увлажняющий бальзам. Очень часто многие женщины заблуждаются, подбирая к красной помаде оттенок красного карандаша. Поскольку помада в период праздника, то есть, или в прошествии времени съедается, то остается яркий контур. И поэтому первым необходимо подобрать оттенок карандаша натурального цвета, приближенного к форме губ. Сейчас с помощью карандаша натурального оттенка мы сделали коррекцию формы губ. И для того, чтобы придать объем, мы от уголка поднимаемся вверх и от уголка опускаемся вниз. Для того, чтобы ваша помада держалась дольше, и она не затекала в уголки, и мелкие морщинки надувала, мы используем специальную основу под помаду. Наносится она полностью на губки. Подходим непосредственно к нанесению помады красного цвета. Также тетку прокрашенный контур губ обеспечивает стойкость и не способствует растеканию помады. После того, как мы нанесли первый слой помады, ее необходимо промокнуть бумажной полфеткой. И после этого мы наносим пасторного второй слой. Мы нанесем блеск нежно-кораллового цвета на серединке нижней губы, что придает губам объем и сделает их более сексуальными. Для Ксюши мы сегодня использовали к сене матовые светлого оттенка. Следующее, что мы сделаем, мы просто нанесем немного пучино-лифмирки. В завершении мы припудриваем лицо специальной минеральной пудрой, которая сохранит ваш макияж и придаст ему устойчивость. Вау! Просто шикарные губы! А в следующий раз мы научимся искусно красить глаза. И я вам расскажу секреты безупречного макияжа глаз. Первое впечатление длится полторы секунды. Полторы секунды могут изменить вашу жизнь навсегда. Не жди от моды. Стань модой. Выбери свой образ. Выбери свой стиль. Я Алёна Перова. Быть красивой легко. Партнеры проекта. Галерея одежды больших размеров «Грандиоз». Вегетарианское кафе «Сатвик». Клиника китайской медицины «Джао Дайв». Сеть клиник «Здоровье женщины». Визажист и имиджмейкер Алёна Перова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова